Обрастаем связями. Ульяновская делегация посетила Китай. Итоги встречи, договоренность о строительстве в нашем регионе сборочного производства автокомпонентов, а также планы на создание предприятий крупноузловой сборки автомобилей. Промышленный потенциал региона отмечают в Москве. В ближайшее время Ульяновск навестят сразу два министра науки и экономического развития. В ходе визита Валерия Николаевича Фолькова обсудим дальнейшую реализацию на территории нашего региона программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». А также продемонстрируем нашу работу в области развития науки, инноваций и разработок направления импортозамещения. Максим Решетников же посетит портовую экономическую зону и ряд флагманских предприятий. Число их, по словам властей, растет, как и количество малых и средних предпринимателей. На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрировано уже 43 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество самозанятых граждан перевалило за 70 тысяч человек. Это отличное значение. Мы видим и хорошие результаты по поступлению в налоговую систему Ульяновской области от сферы малого и среднего бизнеса. Также на повестке совещания реализация программы ФКГС «Комфортную среду» в этом году должны создать в 73 жилых дворах и 16 общественных пространствах. В настоящий момент можно уже с уверенностью сказать, что работы завершены на 68 дворовых территориях и на 11 общественных пространствах. По остальным дворовым территориям и общественным пространствам работы продолжаются. Степень готовности средняя 87%. В большинстве случаев ульяновцы благоустройством довольны. Однако иногда подрядчик допускает огрехи. А где-то в список изначально не попадают очевидные элементы комфортной среды. Так случилось и во дворе дома Павлкова 85. Об этом губернатору сообщили сами местные жители. Рабочие, которые ведут эмонт, сказали, что разбитый местами полностью развалившийся бордюр, отделяющий внутридворовую дорогу от зеленой зоны двора, заменен не будет. На данный момент большинство машин на дворе попарковываются на газоне и детской площадке. Услан Наилич вместе с Александром Егоровичем Балдакиным разберитесь в этом вопросе, поручите подрядчику сделать бордюр. Тем временем продолжается создание новых общественных зон в Сенгилее и Языково. Степень готовности 70%. Сдать оба объекта обещают до 1 ноября. И к другим темам. Эта неделя пройдет под знаком нацпроекта «Демография». В нашем регионе он предполагает несколько компонентов. Первое – это финансовая поддержка семьи при рождении детей. Более 20 тысяч семей уже получили такую помощь. В 3753 женщины проведена процедура ЭКО. Что касается содействия и занятости, то за 5 лет нам удалось ликвидировать занятости наши детские сады, построенные 7 дошкольных детских учреждений. Также на совещании губернатор напомнил мэру Ульяновской Александру Балдакину о запланированном на осень масштабном озеленении города. Градоначальник, вероятно, решил брать числом. Проблему неприживаемости новых деревьев решат увеличением числа саженцев. Тысяча против 800 в прошлом году.